Канал Метер с Кепкой ТВ представляет Шел солдат по тропинке домой. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Вдруг навстречу ему старуха. Да такая уродливая! Нижняя губа чуть ли не до груди висит. Здравствуй, служивый! Говорит она. Ишь, сабля-то у тебя славная какая, а ранец-то какой большой. Хочешь деньжат раздобыть? Много? Странная ты бабка, ну как же не хотеть-то? Видишь, старое дерево. Оно внутри пустое. Полезай наверх, увидишь дупло. Спускайся в него до самого низа. Я обвяжу тебя веревкой, а как кликнешь, вытащу назад. Да зачем же мне лезть туда? Удивился солдат. За деньгами, ответила старуха. Спустившись, окажешься в подземном ходе. Там горит множество ламп. Увидишь три двери. Зайдешь в первую, там большой сундук, а на нем собака глаза таращит. Ну ты не робей, я дам тебе свой передник. Расстели его на полу, хватай собаку, сажай ее на передник и бери из сундука денег сколько хочешь. Только там сплошь медики. Захочешь серебра, иди в другую комнату. Там тоже собака с глазами побольше. Ты ее сажай на передник, а сам бери деньги. Ну а коли захочется тебе золото, иди в третью комнату. Там собака с большущими глазищами. Ну не бойся, делай с ней то же самое и набирай себе золотых из сундука. А с меня что? Спросил солдат. Недаром же для меня стараешься. Ни гроша не возьму, отвечала старуха. Принеси мне только старое огниво, его там забыла моя бабка. Ну ладно, давай свою веревку, сказал солдат. Вот и славно. Обрадовалась старуха. А вот и мой передник. Здравствуй, служивый. Дело у меня к тебе есть. Хочешь прямо сейчас деньжат раздобыть? Странная ты бабка. Ну как же не хотеть? Ну тогда слушай. В этом дереве есть дупло. В нем вход в подземелье. Спустишься в подземелье, увидишь три двери. В каждой сундуке с монетами. Охраняют их страшные собаки. Не пугайся. Посадишь их на мой фартук и сможешь набрать монет, сколько унесешь. А с меня ты что возьмешь, старая? Не даром ведь стараешься. Ни гроша не возьму. Принеси мне только старое огниво. Его там забыла моя бабка. А как я выберусь оттуда? Я дам тебе веревку. Спустишься по ней, как кликнешь, вытащу назад. Ну хорошо, старая. Помогу и тебе, а заодно и себе. А куда я подевала веревку? Совсем стара, ребятки, я стала плохо вижу. Помогите ее найти. Верно, это крепкая веревка, которая нам нужна. Старая, а как же я узнаю то огниво, которое тебе нужно? Есть у меня картинка, где огниво нарисовано. Правда, давнишняя она, уж порвана вся. Придется собрать, чтобы глянуть. Давайте поможем солдату собрать картинку. Ну, теперь старуха понятна. Ну, служивый, не томи, ступай давай. Залез солдат на дерево, забрался в дупло и, не обманула старуха, очутился в большом подземелье, где горела не одна сотня ламп. Открывает солдат первую дверь, в комнате и впрямь сидит собака и таращится на солдата. «Хороша красотка», — сказал солдат. Посадил собаку на передник, набрал медиков, сколько влезло в карманы, водворил собаку на место и пошел в другую комнату. «Э-э-э, тут сидит собака с глазищами побольше». «Ну, чего вы ставились?» — сказал солдат. И посадил собаку на передник. А увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медики и набил карманы и ранец серебром. «Ну, теперь в третью комнату. Сидит там огромная, пристрашная собака». Тут солдат даже под козырек взял такой собаки. Он, отродясь, не видывал. Еле ссадил ее на передник и открыл сундук. «А там, бог ты мой, золото!» Выбросил солдат все серебро и набрал золото. Набил все карманы, ранец, кивер и сапоги. Да так, что носилось, место мог сдвинуться. Посадил он собаку обратно на сундук, захлопнул дверь и закричал. «А ну, утащи меня, бабка!» «А гниво мою взял, служивый!» — спросила она. «О, и то верно!» — отвечал солдат. «Совсем забыл!» Пошел и взял огниво. Вытащила его старуха, а солдат и говорит. «На что тебе бабка огниво?» «Не твое дело! Получил свое, отдавай мое!» «Как бы не так!» — сказал солдат. «А ну говори, а то не поздоровится!» «Нет!» — твердила бабка. Тогда солдат связал ее той самой веревкой, да и посадил на пень. А сам ссыпал в передник все деньги, взвалил узел на спину, огниво в карман положил и направился прямиком в город. Вот я и в подземелье. Ну что ж, вперед за сокровищами! Давайте откроем самую маленькую дверь. Ого, какая большая собака! Ха, ребята, помогите мне перенести собаку на фартук. Теперь мне нужно набрать монет. Отлично! Теперь можно открыть дверь и побольше. Хе-ге! Да эта собака еще больше прежней! Нужно и ее перенести на фартук. Вот это да! Полный сундук серебряных монет! Помоги мне поменять медные монеты на серебряные. Ну, теперь пора в третью дверь зайти. Вот это собака! Всем собакам собака! Отродясь такой не видывал. Давайте посадим ее на фартук. Здесь сундук с золотыми монетами. Помоги мне набрать золотых монет. Ау, солдатик! Огниво-то не забыл? И то верно! Совсем забыл! А где же его искать-то? Давайте найдем все части огнива. Мешочек, в котором лежит труд. И коробочку, в которую все это можно положить. Молодцы, ребята! Вы отыскали кремень. Это коробочка для огнива. Верно! Это труд. Он используется для розжига огня. Правильно! Это кресало! А ну, бабка! Тащи меня обратно! Наверх! Нашел я твое огниво! Становился солдат в хоромах. Заказал себе еды вкусной. Сапоги и платья. Подстать. Стали ему рассказывать, чем их город славится. А главное, какая у здешнего короля прелестная дочь принцесса. А как бы ее повидать? Спросил солдат. Да никак. Отвечали ему. Живет принцесса в глухом замке. Так как предсказано было, выйдет она замуж за простого солдата, а это королю совсем не по вкусу. Эх, поглядеть бы на нее! Не унимался солдат. Жил он теперь припеваючи. Деньгами сорил так, что пришлось ему скоро перебраться в коморку под крышей. Вспомнил тут солдат про огниво. Достал его, чтобы огонь для свечи высечь, и только ударил по кремню, явилась собака из первой комнаты подземелья. «Чего изволите, господин?» Спросила она. «Ого!» Подумал солдат. «А огниво-то непростое. А ну-ка, добудь мне денег!» Сказал он собаке. Глядь, а она уж тут, как тут, в зубах большой мешок с деньгами. Понял солдат, какое это чудесное огниво. «Ударишь раз — придет собака, охранявшая сундук с медиками. Ударишь два раза — явится та, у которой серебро. Ударишь три раза — прибежит та, у которой золото». Вновь перебрался солдат в хоромы и стал думать, как бы ему принцессу повидать. «Ну-ка, огниво, помоги!» Ударил он по кремню, и вот перед ним собака — хозяйка медиков. «Понимаю, что поздно», говорит ей солдат. «Да уж больно мне хочется увидеть принцессу». Не успел он и глазом моргнуть, как явилась собака, а на спине у нее принцесса чудо как хороша. Лежит и спит. Не утерпел солдат и поцеловал ее. Эх, как же тут темно и холодно. Очаг бы разжечь, да нечем. У меня же было огниво. Только вот где оно? Помоги мне его найти. Вот оно! Чего изволите, господин? Ого! Огниво-то непростое! Теперь будет все, как я захочу! А ну, милая, для начала добудь-ка мне денег! Исполнено, мой господин! Ай, ты моя умница! А я ведь теперь богач! Куплю себе одежды новой. Хорош! Новый наряд мне к лицу! Поесть бы чего теперь! Да на столе-то пусто! Ого! Здорово! Ну вот, теперь я обут, одет, еды у меня вдоволь. Чего бы мне еще пожелать? Чего изволите, господин? Понимаю, что поздно, но хотелось бы увидеть принцессу, про которую все в городе говорят. Будет исполнено, мой господин. Ах, как хорошо! Вот бы мне ее в жены! Утром рассказала принцесса королю с королевой свой удивительный сон. Будто ехала она верхом на огромной собаке, а солдат поцеловал ее. Встревожилась королева и приставила к постели дочери старуху Фрейлину, наказав ей узнать, сон то был или явь. И вот ночью собака по приказу солдата явилась в замок, схватила девушку и бежать, а Фрейлина вдогонку. Увидела дом, куда вошла собака и мелом крест на воротах поставила. А собака на обратной дороге крест приметила и понаставила таких же крестов на всех воротах города. Утром сам король с королевой, Фрейлина и стража пошли смотреть дом, где по ночам бывала принцесса. Вот где! Сказал король, увидев первые же ворота с крестом. Нет, вот где муженек! Сказала королева, заметив крест на других воротах. А вот тут еще один и еще! Стали раздаваться гласа и свиты. Куда ни глянь, всюду кресты на воротах. Тут уж все поняли, что не найти им место, которое искали. Только королева была, ох, как умна! Взяла она золотые ножницы, нарезала лоскутов из шелка, сшила мешочек, наполнила его крупой и привязала на спину дочке, проделав в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой та будет проезжать. И вот ночью собака опять явилась в замок, посадила принцессу себе на спину и бегом к солдату, который налюбоваться не мог на прекрасную принцессу, и все сокрушался, что не может взять ее в жены. Не заметила собака, что всю дорогу от самого замка до дома солдата сыпалась за нею крупа. Так и узнали король с королевой, куда каждую ночь отлучалась принцесса. Стражники быстро нашли солдата и посадили в темницу со словами «Утром тебя повесят!» А свое волшебное огниво солдат как назло позабыл дома на постоялом дворе. Девушки отдыхают Ну вот и попалась, Кумушка! Видела я, в какой дом ты принцессу унесла! Ребята, помогите мне отметить дверь, в которую забежала собака. На этой двери была ручка в виде кольца. Верно! Молодцы, ребята! Теперь этот крестик поможет мне найти нужные двери и узнать, кому собака приносит принцессу. Если король с королевой узнают, что солдат каждую ночь любуется на принцессу, ему грозит опасность. Надо поставить крестики на всех дверях. Поможете мне, ребята? крестики на принцессу. Продолжение следует... Ну вот, здорово я придумал! Теперь точно никто не узнает, где бывает каждую ночь принцесса. А вот и крестик. Стража! Нам сюда! Ваше Величество! Крестик стоит на другой двери! Нам точно туда! Ваше Величество, смотрите! Да тут на всех дверях кресты! Кто-то подшутил надо мной и проставил крестики на все двери! Что же теперь делать? Как хорошо, что королева придумала другой способ проследить за принцессой. Она привязала к ней мешочек с рисом. Нам нужна та дверь, возле которой рис рассыпан. Ну, Ваше Величество, здесь слишком темно и ничего не видно. Действительно! Помоги нам включить фонари! Вот он где! Сюда собака приносит принцессу! Утром увидел солдат сквозь решетку оконца, как на его казнь народ торопится. Гремели барабаны. Все бежали, сломя голову. А под мастерье сапожником чался таким галопом, что один его башмак слетел с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел несчастный солдат. «Эй, мастеровой!» крикнул солдат. «Не торопись! Без меня все равно не начнут! А вот если сбегаешь ко мне домой да принесешь мое огниво, заработаешь четыре гроша! Только одна нога здесь, другая там!» Мальчишка стрелой пустился за огнивом, принес его и отдал солдату. А тем временем виселицу окружила тьма народа. Король с королевой восседали на пышном золоченом троне прямо напротив судей и королевского совета. Уже стоит служивый на лестнице. Вот-вот накинут ему петлю на шею, а он молвит. «Ваше величество! Есть у меня последнее желание! Страсть, как захотелось перед смертью трубочку выкурить!» Король, подумав, согласился. Тот солдат, усмехаясь, достал из кармана свое чудесное огниво и ударил им по кремню. Раз, два, три! Встали перед ним все три огромные собаки. «Что прикажете?» спросили они в один голос. «А ну-ка, родимые, выручайте! Не хочу быть повешенным и умереть в отсвете лет!» сказал солдат. Тут, как подскочили собаки к судьям, к министрам и королю с королевой, да как зарычат! Испугались все советники и министры, испугались даже солдаты и стража. А король со страху чуть с трона не упал. Увидел это народ и стал кричать. «Солдат, будь нашим королем и возьми в жены прекрасную принцессу!» Как бы мне выбраться отсюда? Окно заколочено! Может, попробовать сломать доски? Хорошо, ребята! Эх, вот досада! С прутями нам никак не справиться! Эй, малый! Пони-ка сюды! Принеси-ка мне моё огниво из постоялого двора! Да побыстрее! Получишь четыре гроша! Четыре гроша? Да я мигом! ПОДПИСЬ! Четыре гроша! ПОДПИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Вот и нужный дом Твое последнее желание, солдат Эх, закурить бы Курить вредно Так мне все равно помирать Ну пусть курит А ну-ка, родимые, выручайте меня Не хочу я помирать Ой-ой-ой, сжалься, солдат Возьми мою дочь в жены Станешь королем Только пощади нас Ну что же, я согласен Полюбил я твою дочь И с радостью возьму ее в жены Посадили солдата в королевскую карету Собаки плясали перед ней И кричали Ура! Мальчишки свистели Солдаты отдавали честь Принцесса вышла из замка И стала королевой Свадьбу играли восемь дней Собаки тоже сидели за столом И угощались вместе со всеми Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал Для этого нажимай на значок канала Поставь лайк, пожалуйста А теперь выбирай следующий мультфильм Какой мультик ты выбираешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!